Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня рассмотрим приложение от команды проекта Tor и, собственно, этим все сказано. Но этим сказано то, что скринкаст обязательно надо посмотреть. Итак, Anion Share — это клиент под десктоп, который позволяет безопасно и анонимно передавать файл от одного компьютера другому, но не только. С выходом версии 2.3 с помощью Anion Share можно также анонимно опубликовать сайт в сети и запустить чат. Все это с использованием технологии Tor, а значит максимально защищенно и анонимно. Приложение предельно простое, но есть ряд нюансов, поэтому сегодня просто покажу, как пользоваться, а потом, возможно, сделаю продолжение. Установили, запускаем. У меня при первом запуске зависло на 89%, сделал cancel, перезапустил, все заработало. Итак, четыре закладки. Запустим все четыре и параллельно расскажу про каждую. Поделиться файлами. Но это, собственно, то, что было изначально в Anion Share, то, ради чего клиент, насколько я понимаю, создавался. Добавляете файл и нажимаете на «Сделать доступным для скачивания». В этот момент на вашем компьютере создается локальный веб-сервер. У него генерируется случайный адрес и этим адресом вы можете поделиться. Естественно, используя защищенный канал связи. Я вполне доверяю в данном случае сигналу. Человеку, которому вы хотите передать этот файл, даже не обязательно иметь Anion Share на своем десктопе. Достаточно быть счастливым обладателем Tor браузера и открыть в нем присланную ссылку. Сейчас я покажу, как это работает, но чтобы не тратить время на каждое действие, сначала здесь сделаем все, что возможно, а потом же посмотрим, как это выглядит у получателя. А возможно здесь и это, кстати, насколько я знаю, новое введение версии 2.3 — открыть сразу несколько окон и выполнять несколько действий параллельно. Следующее — получить файлы. Здесь указываете, куда будете сохранять полученные файлы, а принцип тот же. Включить режим получения. Поднимаете сервер и ждете, когда к вам на сервер закинут файлы те пользователи, с которыми вы поделились ссылкой. Я думаю, не стоит лишний раз говорить о защищенности канала между отправителем и получателем через сеть Tor. Далее следующая вкладка — поднять веб-сайт. Ну вот это уже интересно. Вы можете поднять сайт на собственной локальной машине, у него будет также непрогнозируемый адрес, но в целом это будет полноценный сайт и все время, пока ваш компьютер подключен к сети, к нему смогут обращаться пользователи, у которых будет ссылка. Я не стал особо заморачиваться, закинул одну страницу — страница должна быть индекс html. Сайт может быть и многостраничным, но я боюсь поднять здесь полноценный сайт на WordPress невозможно. Хотя, я думаю, найдутся умельцы, которые на локальной машине. Ну да, это, наверное, даже не сложно. Но неважно. Конечно, я не думаю, что полноценный сайт понадобится размещать в сети таким образом. И последнее — это анонимный чат. Сообщения доходят только когда он открыт у обоих собеседников в браузере, поэтому в данном случае надо не только отправить ссылку, но и открыть чат в браузере Tor. Итак, переходим на второй компьютер. Сначала стартуем Tor и теперь по очереди вставляем присланные ссылки. Начинаем с присланного файла. Ок. А вот он. Download файл или files. Все. Файл получен. На первый компьютер, кстати, сейчас пришло сообщение, что кто-то его скачал. Дальше ссылка, где нам разрешили заливать на второй компьютер файлы. Это выглядит так. Выбираете файл или файлы и говорите send. То есть отправить. Все. Отправлю. Третья ссылка — это сайт. Ну, в данном случае не сайт, а страницы в интернет. Но вам ничто не мешает выложить здесь и многостраничный сайт. Причем по умолчанию адрес генерируется на одну сессию и потом удаляется. Это увеличивает безопасность. Но вы можете отключить эту функцию. И адрес вашего сайта будет постоянным. Хотя, конечно, нечитаемым и уж тем более незапоминаемым. Так и последнее — это чат. Вот в таком виде. Сообщения естественно шифруются. История переписки не сохраняется. В общем, идеально для шпионов и всех остальных жителей нашей страны. Самое опасное в использовании Анианшеа — отправить ссылку на чат. Тут вас еще могут как-то отловить. А дальше уже из-под Тор общаетесь, пересылаете файлы. В общем, почитайте на главной странице проекта рассказ о том, как передавали секретные материалы до появления Анианшеа. Ну или посмотрите — Тасс уполномочен заявить. Вообще Тор — это, конечно, круто. И разработчикам просто сто пятьсот в карму. Ну или Царствие Небесного, я уж там не знаю, какого невероисповедания. Все, любите друг друга. Вообще Аниан — это же лук. Я помню одну луковочку, которая очень ловко катала Синьора Помидора. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.